Оставить без изменения, кассационные жалобы адвокатов без удовлетворения. Кассационное определение может быть обжаловано судебным коллеги. Такую реакцию у слушателей вызвало решение второго кассационного суда по делу Константина Котова. Судьи признали законным решение Мосгорсуда и оставили Котова в колонии на полтора года. Это просто беспредел. Покидаем зал заседания. Осенью 2019 года Константина Котова приговорили к четырем годам колонии по так называемой Дадинской статье за многократное нарушение порядка организации или проведение митингов. Позже Мосгорсуд смягчил наказание до полутора лет, но все равно посчитал вину Котова доказанной. По мнению защиты, в деле Константина Котова нет состава преступления. Поэтому суд должен отменить приговор и полностью реабилитировать активиста. Любой здравомыслящий человек, даже без юридического образования, понимает, что человек, вышедший из подземного перехода и прошедший 38 секунд вглубь сквера, а это именно то, что сделал Котов, и это не мои выдумки, а показания камеры городской видеонаблюдения, это не включает в себя состав никакого преступления, в том числе преступления, предусмотренного статьей 212-3. Это тот самый эпизод, после которого Константина Котова обвинили в многократном нарушении правил проведения митингов. По версии следствия, действия Котова на этом видео, цитата, содержали общественную опасность. Конец цитаты. Адвокаты убеждены, их подзащитный никакой опасности для людей не представлял, а осудили его только за политические взгляды. Участников несанкционированных акций, тот суд, приговор которого мы просили здесь отменить, обвинял в какой-то деструктивной идеологии, направленной на свержение конституционного строя, в подобных вещах, которые не определены ни одним законом нашей страны. Я опасаюсь, что это начало каких-то неприятных перемен. По словам членов президентского совета по правам человека, Путин лично интересовался делом Котова и посчитал наказание для активиста справедливым. Путин очень резко среагировал, сказал, да, да вы что, они кидают бумажные стаканчики, потом пластиковые бутылки, не только пластиковые, вообще у них руки по колено в крыль. Защита Котова намерена и дальше обжаловать приговор, а также готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Правозащитные организации «Мемориал» и «Амнисти Интернешнл» признали Константина Котова политическим заключенным. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.